Война, в которой нельзя победить, на Украине, которая уже стоила американским налогоплательщикам миллиарды долларов. Итак, кто осмелится спорить общепартийный нарратив о войне на Украине, разумеется, подвергнется критике. Не беда. Медиа всячески содействует и продвигает этот нарратив. Задумайтесь, когда вы в последний раз видели видео с поля боя на Украине. Это редкость, ибо Украина проигрывает. Проигрывает с треском. И это после того, как мы дали Украине еще 60 миллиардов долларов налогоплательщиков в начале этого года, чтобы продлить эту войну. А я гляжу, президент Зеленский, всепартийная марионетка выпрашивает еще, еще денег на фоне кампании Камалы Харрис. Похоже, он каждые два месяца требует денег наших налогоплательщиков, ибо он знает, что денежки прекратятся, если Камала Харрис не изберется в ноябре. Знаете, эта тема слишком важна, чтобы ставить ее без внимания. За последние несколько месяцев я просил многих высокопоставленных членов администрации Байдена и Харрис прояснить, чего администрация пытается достичь на Украине. Просто скажите, во что это обойдется, и как мы думаем достичь этих результатов. Словом, я спрашиваю, каков наш план? Ни один представитель этой администрации не ответил на мой вопрос ясно. Ни один. Один из самых интересных ответов дал мне лично министр Остин, министр обороны. Он сказал, мы хотим, чтобы Украина оставалась независимой, независимым демократическим государством, имеющим способность защитить себе, свою территорию от агрессии. Ладно. Министр Остин продолжил, сказав, такова цель нашей администрации. Привести Украину в НАТО и в то же самое время обвинил Россию в недавнем расширении НАТО. Но вот что сильно расстраивает истеблишмент округа Колумбия. И я напомню кое-какие неопровержимые факты из истории НАТО. Предполагаю, что обе партии обвинят меня в распространении русской пропаганды, Но это факты, которые мы должны вспомнить. И не можем от них отмахнуться. НАТО сформировали 75 лет назад, в 49-м году, как оборонительный альянс, противостоять коммунистам, Советскому Союзу. И с широким успехом обеспечивая мир в противостоянии, в период холодной войны. Не без помощи НАТО мы выиграли холодную войну и развалили Советский Союз. По окончании холодной войны в 91-м, Украина мгновенно стала третьей крупнейшей в мире ядерной державой. Украина. И прошла целая серия серьезных переговоров. И Украина согласилась отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России и НАТО. Территориальную целостность и политическую независимость. Эти усилия были успешны, поскольку они включали заверения многих и многих глав государств, включая наше, в том, что не будет никакого расширения НАТО на восток в сторону России никогда. И все. В то время членами НАТО были 16 стран. Сегодня, спустя 33 года, после этих соглашений, НАТО насчитывает 32 члена. Несмотря на то, что в 91-м, мы дали согласие на нерасширение на восток. Мы нарушили соглашение. Мы – это НАТО и США. НАТО расширилось на восток в 7 меры. С момента соглашения в 91-м, крупнейшее расширение в 2004-м включало две страны, которые граничат с Россией – Эстония и Латвия. Теперь НАТО включает три страны, граничащих с Россией. Шесть членов НАТО – это страны бывшего Варшавского договора. Львиная доля этого расширения пришлась на время до занятий России и Крыма и ее вторжения на часть Украины в 2014-м. Опять же, все это – факты. Все они – часть истории НАТО и ответа России на эту историю. Есть еще факт. Расширение НАТО шло на условиях НАТО, без участия и не вызванное какими-либо действиями России. Я прочту снова. Расширение НАТО было по воле НАТО и на условиях НАТО, без участия и независимо от каких-либо действий России. Вовсе не так, как говорит министр Остин. Задайтесь вопросом, как бы отреагировали США, войди Китай и Россия в единый оборонительный альянс с Мексикой или Канадой. Как бы мы отреагировали? Что, если бы они размещали войска и устраивали военные маневры в нескольких милях от наших границ? Наскоро вспомнив историю НАТО, ответим на несколько вытекающих вопросов, которые мы должны задавать себе, всегда прежде чем вовлекаться в любой вооруженный конфликт. Первый. Как далеко мы хотим зайти в этой прокси-войне с Россией? Как далеко? Мы об этом думали до того, как ввязаться? Мы настроены на победу, так как настроен русский президент, Владимир Путин? Мы полны решимости победить? А что, если инициатива изменится? Ну что, когда она обернется против Украины? И успехи России будут ошеломляющими, что, похоже, происходит уже сейчас. Мы пошлем больше денег налогоплательщиков, оружие? НАТО отправит солдат или США отправят своих? План-то каков? Война – дело серьезное. Нам уже стоило бы это понять. В нее вступают не с разрешения. И уж, конечно, не с разрешения из нее выходят. Здесь об этом речи не идет. С начала российского наступления мы отправили более 174 миллиардов долларов налогоплательщиков на Украину. Одну из самых коррумпированных стран в мире. Недавно администрация Байдена Харрис заявила о намерении. Они решили отправить еще 700 миллионов долларов налогоплательщиков на Украину? Наличными. Вы что, смеетесь? Это с чего бы нам давать наличные о самой коррумпированной стране на планете? И после этого всего, после этих двух с половиной лет, вливания миллиардов народных налогов, получив в результате сотни тысяч убитыми, чего мы еще должны ожидать? Война лишь усиливается. Сотни тысяч убиты. Украина все в большем отчаянии, когда ее вооруженные силы проявляют все большее. Неподчинение. Даже бунтуют. Дезертируют. По ТВ нам об этом не говорят. От рупоров пропаганды мы этого не слышим. Более 6 миллионов украинцев убежало из страны. Сбежало, оставило страну. Украина играет с огнем. Ища теперь возможность бить в глубину русской территории. Зачем? Победить вы не можете. Недавно Украина нанесла дронами удар по Москве. Что мы пытаемся сделать? Третью мировую начать? Совсем недавно Украина нанесла еще один удар дронами по Москве, по офисным зданиям. Добавляя неясности к этой ситуации, эта администрация, ее украинская политика, имеет все признаки. Всей предыдущей международной политики администрации Байдена и Харрис, слабое планирование, катастрофические результаты, нулевое лидерство. Эта администрация никогда не просчитывала результатов провала Украины. Как такое может произойти? Это весьма печально и для налогоплательщиков, и для США. Печально для наших военных, союзников и для НАТО. Многие из коллег-демократов говорят, у Байдена нет правильных решений за 40 лет в международной политике. И они и не лучше. Россия катком идет по Украине. Чего бы вы не слышали, в СМИ это неправда. Там идет избиение. Мы хуситов победить не можем, но пытаемся создать новые войны. Путин не делает секрета из факта, что видит Украину исторически русской территорией. Но в то же время, я не считаю, что украинская граница для нас важнее, чем наша. Даже близко. А мы ее полностью пренебрегали. И пренебрегаем последние 3,5 года. Нам не нужна администрация, дающая возможность Украине наносить удары вглубь российской территории. Этого нельзя допустить. Мы на грани ядерной войны. Похоже, никому дела нет. Этого не будет. Нет, это будет. Путин ясно сказал, это будет. Если продолжите в том же духе. Это приведет к эскалации конфликта на абсолютно иной уровень, который мы и представить не можем. Вы думаете, такие удары заставят Путина начать переговоры и заключить мир? Я-то бы с радостью, но, похоже, мы не хотим заключить мир. А нам стоило бы сделать это в ближайшее время. Мы спровоцируем использование еще более смертоносного оружия, атакуя русские границы. и унесем еще больше жизней. Но Аната и США как бы будут спровоцированы ответить. Мы пытаемся создать войну. Нам нужно глубоко обдумать эти вопросы, прежде чем втягиваться в этот очередной сумасшедший конфликт, которого не должно было быть. Экспромт не сработает. США пора возглавить мирный процесс и прекратить эту кровавую войну. Я слышу, люди говорят, мы строим оружие для нашей армии. Ну да, правильно. Или говорят, наши же граждане не погибают. Мы к этому подходим. Мы к этому очень близки. Но слушайте, я из штата Алабама, военного штата. У нас делают все. У нас тысячи солдат. Я хочу, чтобы они хорошо снабжались и были хорошо укомплектованы на случай войны. Нам нужна смертоносная машина для противостояния возможным агрессиям. Это назначение армии. Но это не дефиниция наших военных. Я хочу, чтобы они сфокусировались как лазер на защите граждан. И речь о том, что администрация поддерживает войну, не имея никакого плана. Никакого. Не о том, как ее окончить или как победить. Администрация Байдена и Харрис должна заключить мир. Сейчас, немедленно. Иначе в ближайшее время мы увидим страшные и катастрофические последствия.